После завоевания мусульманами Египта Один из первых халифов Каира Сильно заинтригованный тайнами Великой пирамиды К тому времени еще не тронутый Решил все разузнать Когда не удалось найти потайную дверь в памятник А удалось только приблизительно определить ее местонахождение Он решил любой ценой пробиться в коридор, ведущий Великую пирамиду В результате долгих усилий рабочие прорубили проход до внутреннего коридора строения Сначала люди халифа оказались в комнате, называвшейся Комнатой Царицы Затем в Комнате Царя Здесь ими были сделаны фантастические открытия Описанные в арабском манускрипте под названием Муртади Они увидели стоящие на громадном столе две скульптуры Одна изображала мужчину с копьем в руке И была сделана из черного камня Другая из белого камня была статуей женщины, поднявшей лук Внешний облик обоих резко отличался от человеческого типа Обычно изображавшегося в античном египетском искусстве Посреди того же стола стояла герметически закрытая ваза Вырезанная из красного хрусталя Ее наполнили водой и взвесили Оказалось, что наполненная Она весит ровно столько же, сколько и пустая Ничуть не больше Феномен, приводящий в замешательство, не правда ли? Непрошенные гости обнаружили также сложно устроенный автомат Сделанный в виде петуха из красного золота Украшенного драгоценными камнями На месте глаз у петуха были две бриллиантовые геммы Они приблизились и птица, испустив жуткий крик Принялась бить обоими крыльями И в то же время они услышали множество голосов Доносящихся со всех сторон Эти таинственные предметы, вероятно Принадлежавшие прежде Атлантам Были, как известно, перевезены во дворец халифа Который устроил для себя маленький тайный музей Чтобы сохранить их Но после этого их след теряется Что вполне может находиться под пирамидами и сфинксами? Думали, скажем, раскапывать таинственные колодцы Находящиеся в подземной комнате пирамиды Хиопса Ниже уровня земли В конце прошлого века полковник Руае Написал потрясающую книгу Великая буря 2000 года Он говорит в ней о том, что пирамиды, сфинкс И другие грандиозные памятники древнего Египта Представляют собой лишь надстройку Над еще более колоссальными строениями Находящимися в течение тысячелетий Запрятанными в земле Причем на очень большой глубине Когда в начале эпохи Великих морских открытий Ренессанса Испанцы высадились на Канарский архипелаг Они обнаружили, что острова населены Представителями белой расы Очень высокого роста Гуанчами Лес Гуанчис Которых завоеватели, увы Поторопились уничтожить Чтобы освободить себе территорию Кстати, о книге Мормона Там содержится весьма любопытное замечание Касающееся того, что в античности Посвященное владели очень мощной техникой Даже такой, которая при нашем Современном уровне знаний Кажется связанной с тайнами волшебства Так Джозеф Смит Основатель религиозной секты Мормонов Обладал привилегией Манипулировать двумя таинственными Инструментами Моисея Уримом и Тумином Двумя камнями Закрепленными на двух подвесках дуги Эти инструменты были линзами С помощью которых, как уверял Джозеф Смит Можно было смотреть и переводить Все хроники давно минувших дней В 1601 году Барио Сентенера Посетил неподалеку от истоков реки Парагвай Таинственный город Гран Мокса И описал его удивительные монументы Среди которых была колонна С чрезвычайно искусно сделанным Искусственным освещением На самой верхушке этой колонны На высоте 7 метров 75 сантиметров Находится большая луна Которая своим сиянием освещает все озеро Ночью и днем разгоняет тьму и тени Тайна Ант Так называется весьма любопытная Английская книга Которая еще не переведена на французский язык Но очень подробное резюме Обширные цитаты из нее Можно найти в июньском, июльском И августовском номерах Журнала «Живые волны» За 1969 год Это книга Творения высших должностных лиц Различных тайных обществ В частности, древнего ордена Аметиста И ордена Красной Руки Объявивших себя розенкрейцерами Автор, сохранивший анонимность Не назвал своей фамилией Только имя Брат Филипп В этом необычайном свидетельстве Можно найти невероятное откровение О тайном существовании В доколумбовой Америке Всего духовного, научного и оккультного наследия Как Лемурии, так и Атлантиды Знания, накопленные этими двумя легендарными цивилизациями Сохранились в затерянном городе Так мы узнаем о том, что существовал Гигантский золотой полупрозрачный диск Который находился в самом священном из храмов инков И был подвешен к потолку канатами Тоже из чистого золота Этот диск вел свое происхождение Из древней Лемурии Откуда был привезен божественной читой На воздушном корабле Перед этим диском на каменном алтаре Горел белый вечный огонь Из прозрачного, как хрусталь пламени, Максина Беспредельный божественный свет творения Этот диск был не только предметом поклонения И символическим изображением Солнца Но также и научным инструментом Могущество которого было тайной Древней расы былых времен Используемый вместе с системой зеркал из чистого золота Отражателей и линз Он исцелял больных, находившихся в храме света К тому же он являлся фокусной точкой концентрации Связанной с размерами А если поэтому диску ударяли определенным образом То он мог вызывать вибрации Способные привести к землетрясениям И даже к изменениям во вращении Земли Настроенный на особую длину волны Какого-то человека Он позволял этому последнему Перенестись куда угодно Причем тому достаточно было только мысленно Представить себе место, в которое ему хотелось бы отправиться Испанцам так и не удалось завладеть золотым диском Они обнаружили, что храм пуст А диск был заботливо спрятан В одном из подземных монастырей в Андах Расположенном поблизости от Тикитаки Титикаки Там он находится и до сих пор Задолго до образования империи инков Вся будущая территория их государства Находилась во власти таинственной Цивилизаторской расы Эймарасов Которые, разумеется, были не индейцами Но, как и все первые инки Народом белой расы А следовательно, атлантами Обладая высокоразвитой техникой Эти эймарасы покрыли Все южноамериканские анды Колоссально сетью широких и прямых Вымощенных плитками дорог Гигантскими городами Огромными крепостями В эпоху, которая совпала, быть может, с затоплением Атлантиды Эти таинственные эймарасы Эмигрировали на запад Взяв с собой все свои архивы Эймарасы оставили после себя предметы искусства При виде этих творений Чаще всего представляющих собой Весьма тонко и искусно выполненное изображение птиц Возникает множество вопросов К примеру, хрустальные орлы Очень похожи на птиц Найденных в башнях Зимбабве А перед некоторыми из эймарасских золотых петухов Украшенных драгоценными камнями Невольно думаешь Хоть здесь и нет речи о механическом устройстве О пернатом, обнаруженном людьми халифа В царской комнате Великой пирамиды Когда испанцы захватили Обычаев, верований и обрядов майя Испанцы пригрозили ему И таинственный незнакомец Углубившись в девственный лес Исчез вместе со всеми своими документами Он унес с собой все тайны майя Кроме того, испанцы после своих побед К сожалению, систематически и почти полностью Уничтожали всякие свидетельства о религии майя Потому что рассматривали их как свидетельства Дьявольского идолопоклонства Понятно, какой невосполнимый ущерб Нанесли подобные действия Точным знаниям о наиболее удивительной Из индейских цивилизаций Северной и Центральной Америки И напоследок Необычайное откровение Извлеченное из старого документа На прото-кельтском языке Который сохранился в семейном архиве Морриса Геньяра Речь идет о грандиозных работах Проделанных когда-то кельтами Задолго до завоевания этой территории Римлянами Прежде всего инженеры того времени Повернули воды сены к луаре Углубив тальвек эссоне Они повернули марну к северу Частично осушив озеро Они поместили там громадные столбы сваи из гранита Все это было покрыто привезенной землей И незалитыми раствором плитками Таким образом сено оказалось в довольно узком канале И на этой искусственной почве В течение двух тысячелетий Строили Париж Это были отрывки из книги Люди и фантастические цивилизации Автор Серж Ютен Французский писатель Доктор филологических наук Научный сотрудник Национального центра научных исследований Интересовался алхимией Статьи по этой теме Публиковал в журнале «Планет» И ссылка на источник Первая часть из этой книги Озвученная мной Мы очень плохо знаем прошлое нашей планеты И ссылка на источник 23 марта 2023 года То есть вчера На моем канале «Вопроска» Стало 400 тысяч подписчиков Не менее важный показатель Количество просмотров 142 миллиона 732 тысячи просмотров На моем канале на данный момент Спасибо всем за то, что смотрите И слушайте мои видео Большая благодарность Всем тем, кто помогает мне материально Ваша поддержка для меня Очень значима Особенно сейчас На этом все Всего хорошего Читайте книги С ними интереснее жить Юрий Шатохин Канал «Веб-Рассказ» Новосибирск Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео До свидания Субтитры создавал DimaTorzok